Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, в постоянном, привычном и уже давно отработанном для себя режиме. Понедельник, пятница, через тире. С восьми до десяти в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, программа живые. Мы тут разговор разговариваем, песни поем. Как всегда говорю, традиция есть традиция, в этой традиции ничего не меняется за все это время. Поэтому сначала песня, ну а затем уже познакомлю вас с музыкантами, хотя знаете вы наверняка их поименно даже, почти уверен в этом. Итак, как всегда, живой звук в программе живые. Поехали! Дыхание ровное, пульс 90. Врачи удивляются, так не бывает. Я не изменился, таким и остался. Способен ходить, говорить, улыбаться. Я вспоминаю, как к ней прикасался. Я скоро стану космонатом, и улечу отсюда нахрен. Я обязательно сумею с таким могучим сердцем. Приборы сбиваются в данных ошибки. Врачи заятятся, не знают, что делать. Я вспоминаю глаза и улыбку. Сто тридцать девять. Дыхание рваное, хочется яду. Ракета готова, пора собираться. Я вспоминаю, ты больше не рядом. Двести шестнадцать. Я скоро стану космонатом, и улечу отсюда нахрен. От небесом мастипы не я, за герметичной перцей. Я скоро стану космонатом, и улечу отсюда нахрен. Я обязательно сумею с таким могучим сердцем. Я скоро стану космонатом, и улечу отсюда нахрен. От небесом мастипы не я, за герметичной перцей. Я скоро стану космонатом, и улечу отсюда нахрен. Я обязательно сумею с таким могучим сердцем. Ну что же, давайте-ка мы начнем беседу-беседовать. Здесь сегодня коллектив, название которого аудитория своего радио давным-давно говорит уже о многом, и ждали их. Как только увидели анонс, сразу стали вскрикивать. Ага, сейчас, одну секундочку. Все еще вскрикивают? Да, громкость не там включена. Так вот, вскрикивают до сих пор, и уже много чего написали, много чего спросили, и, естественно, я тебе кое-что почитаю отсюда, по ходу дела. Здесь сегодня коллектив, который менял название на моей памяти трижды. Николай Гринько и группа Грин теперь называется. Это группа... То есть со временем мы все короче становимся названием. Да, сегодня даже Рома Чехов в эфире, пока его давление не накрыло, как-то не мог сообразить, как называть Гринбенд, или просто Грин, или просто Николай Гринько. Я же тебе сказал перед эфиром, что надо уже определиться, в конце концов, чтобы народ не путался. Итак, Николай Гринько и группа Грин. Ура, здравствуйте! Или просто Грин, уж как хотите, так и называйте. Коллектив Николай Гринько, гитара, вокал, укулеле. Да, она. Привет. Укулеле, привет. Братцы, к микрофону надо будет... Ты там, у тебя свой. Да. А вот вам надо будет подойти, как-то поздороваться с народом. Евгений Таратуев. Здравствуйте, да, Таратуев. Таратуев, извини. Ничего я вам привык. А для меня Таратуев, по-свойски. Для друзей. Да, бас-гитара Александр Князев. Здравствуйте. Здесь трудно ошибиться. Для друзей папа. Папа. Ну, обсвоен, конечно. Ну и Влад Волошко. Всем привет. Это барабаны коллектива. Как ты его называешь между собой? Волошко? Да как только не называешь. В общем, это и есть группа Грин. Думается, мне же сегодня, помимо того, что будет весело, будет еще и поучительно, потому что Коля человек... Кстати, сразу, да, Юля уже об этом написала давно, надо было об этом сказать. Заставка программы «Живые», вот то, что вы слышите периодически, это Колина круг дела. Это он нам делал. Спасибо, Коля, большое. Музыканты даже об этом не знают, но факт остается фактом, потому что Коля не только замечательный музыкант, Коля не просто талантливый человек, поэт, композитор, генер-исполнитель собственных песен ртом, чаще всего. Он же еще и звезда юмора. Так вышло, так получилось. Ну, я не виноват, но само так получилось. Да, так получилось. Он же еще и звукорежиссер, главный звукорежиссер радиостанции Вести-ФМ, правильно? Пока да. Пока да. Вот, он же еще и сценарист. Он же... Ну, в общем, он же. Он уже туда же. Он уже туда же. Много чего и каких ипостасей у него есть, и замечательные люди у него в коллективе, потому как с таким рядом-то, в общем, быть незамечательным нельзя. Понятно. Знаю я, помимо таланта, он подбирал всех еще и по росту, но это уже личные какие-то внутренние собственные комплексы. Но об этом тоже можно поговорить. Ну, да запросто, конечно. Можно поговорить. Обо всем можно. Сейчас я сообщаю, как нам связывают. 46-47, это короткий номер для ваших смсок. 46-47, пишите свои, про Бельчика, дальше все, что хотели бы сказать Коле и музыкантам. Естественно, это могут быть эмоции, это могут быть впечатления, это могут быть вопросы. Ну, в общем, все, что хотите, все, что на душу ложится. Группа ВКонтакте, то есть официальное сообщество своего радио, милости прошу. Анонс давным-давно уже выложен. Там под анонсом уже много чего написано. Ну и в самом анонсе синим выделена Никогда Гринькова Группа Гринь. Значит, активная ссылка, кликая на которую вы оказываетесь у них в сообществе. Ну, а там, само собой, уже получаете всю информацию, нужную вам о концертах, об альбомах, о сведенных песнях, которых мы ждем. Все ждем, мы тоже ждем. Но никак не дождемся. Можно отписываться в чатах, чат на сайте своего радио, своерадио.фм, там, собственно, можно тоже писать. Там же есть плеер, слева в плеере сверху он длинненький такой, слева кнопочка онлайн-аудио. Чтобы слушать, справа онлайн-видео, чтобы смотреть, кликаете на онлайн-видео, и вот вам картинка, которую нам предоставляет Планета.ру. Там же тоже есть чат, пишите и туда. В общем, все, что нужно для Коннекта, я сообщил. Теперь перейдем к группе. Переходите. Перешли. Вот мы так перешли к группе. Здравствуйте. Рады мы тебе чертовски. Я вам как рад. Пока этого не понял. Мы-то как рады. Сообщаю, что группа Грин, с Колей Гринькой, естественно, вместе выступает 1 ноября на нашем юбилейном концерте. Потому как 26 октября радиостанции свой радиогодик исполняется. Мы еще маленькие, но наглые, зараза. А 1 числа в клубе Вольта будет большой, серьезный концерт, почти семейный. Там будет 7 коллективов. Один из которых Николай Гринькой и группа Грин. Еще один из которых группа Чехонте сегодня болеет. И еще там... За кого? За ЦСКА. Это нормально. Сегодня Лига чемпионов. После эфира практически. Да, то есть поэтому мы на эфир пришли? Да, именно поэтому. Потому что никому больше не надо ничего. Никого не слушают. Николай Гринькой. Там же в этом концерте группа Артерия, Мордор. Там же, в этом же концерте группа... Вот мы готовимся, да, мы красим, ищем грин, да. Группа Nobody One. В этом же концерте группа Оберег. Ищем грин. Да. Ну, в общем, замечательное будет мероприятие. Рекомендуем всем. Скоро будет в контакт выложена, как называется, встреча. Ну, вот это вот. Ну, да, да. Событие. Событие, да. Так что будете подключаться к этому процессу. Белеты уже можно будет покупать. Приходите к нам. Будет весело. Помимо музыкантов на сцену выйдут и ведущие радиостанции. Кстати, Николай Гринько, рубрика «Артефакты». Так, скажем, как-то все по-семейному. Все свои. Все свои, да. Так смоточное окружающее пространство, ощущение такое, что вообще все свои. Для кого работаем? Непонятно. Все свои. Все сами себя слушаем, все сами себе пишем, все сами себя озвучиваем, все сами себе концерты устраиваем. Так и живем. Молодцы же. Так и живем, да. Так и надо. А по-другому как? Иначе жизнь разобщенную получилась. Иначе кто нас еще слушать будет? Естественно. Ну, крайне сами. Красно. Давай, наверное, сейчас, чтобы уже как-то вот это вот не трепаться, что-нибудь что споем? Можно. Да. Первую песню ты озвучишь. Как называлась-то она? Первую «Я скоро стану космонавтом». Правильно. Сложно перепутать. Помнишь. Я так, на всякий случай. Я думаю, что помню не только я, а помнит вся аудитория, как называется песня. Уж не знаю, как ты там свою программу распределил и как ты ее построил, но хочу напомнить тебе, что не так давно в премьерах прошла замечательная песня, которая была посвящена чудной актрисе. Будешь ли ты ее петь сегодня? Я не знаю. Как-то заулыбались, засмотрелись. Это просто любимая песня коллектива, в частности. А, да? Серьезно? Ну, в общем, надеюсь, что она сегодня тоже, надеюсь, прозвучит. В общем, что там у тебя дальше запланировано? Следующая песня запланирована. Ты шо? Удивительно, да, так оно и есть. Так, по очереди пойдем. Первая, вторая? Ну, пока да. После первой и второй, перерыв четвертая. Небольшой. Песня называется «Выше». Окей. По-моему, она... У нас вот в чем проблема-то, главное. Что бы мы нового не придумали, оно уже на своем радио крутится уже. Как-то так вышло, да. И, по-моему, «Выше» тоже уже есть, да, где-то звучало. Как-то так вот вышло, да, вышло. Вот. Самое смешное, что мы-то ее написали, однажды сыграли ее на концерте два, кажется, года назад, по-моему. И после этого перестали этим заниматься. А потому что мы считаем, что песня должна вылежаться, высушиться, стать такой вот хорошо сыгранной, нормальной. А главное, вокалист должен научиться ее петь, в конце концов. А, то есть это проблема вокалиста, судя по-моему. Конечно. И он до сих пор еще не совсем готов, но за эти два года с момента ее написания мы сделали модуляцию в ней. А, ты что? Ты выучил слово? Что ты? Они столько меня новому научили. Я же всегда говорю, что Сашка у нас вот басист, он знает ноты. Он как? Это обе. И что ты? Вот. Басисту больше не нужно. Достаточно и двух, в общем, в принципе. Ну да, одна струна, собственно, и двумя. У него другая зада. Вот. Как хорошо он научился. Ну вот. 15 лет работы, да. Мы сначала ее подняли на полтона год спустя. Оказалось мало. Оказалось мало, да. Так. И еще год спустя подняли еще. Теперь она на тон выше. И называется она на тон выше. Да. Поиграем, что ли? Давайте. Давайте послушаем, как теперь выглядит. Как всегда, живой звук, программа «Живые». Здесь сегодня Николай Гриньков и группа «Грин». Поехали. Какого цвета? Были мои глаза. Ты можешь вспомнить, я почему-то нет. Я, понимаешь, некому подсказать. Вопрос дурацкий, но хочется знать ответ. Здесь у меня проблемы с ответами. Зато с вопросами очень хорошо. Не измеряется километрами. То расстояние, что прошло. Лечу куда-то, падаю в космосе. Хватаю воздух в который раз уже. Я где-то рядом, недалеко совсем. Пойму, где точно. Сообщу сразу же. Не знаю, правда, есть ли отсюда связь. Но я попробую. Вот. Захватил конверт. Если поймёшь, что попытка не удалась. Остановись, посмотри наверх. Выше. Чуть выше. Я всё ещё здесь. Я лишь ненадолго вышел. Чуть выше. Субтитры создавал DimaTorzok Что будет дальше, если обратный путь Никто не знает, в принципе, незачем Мы обязательно встретимся как-нибудь И поболтаем, как всегда, ни о чем Мы разменяем вечность на глупости И ты, наверное, сможешь мне сказать Какого цвета были мои глаза Выше, чуть-чуть выше Я все еще здесь, я лишь ненадолго Вышел чуть дальше Чуть тише Выше, выше, выше Выше, 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 выше Выше, 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 выше Выше, 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 на на тончик и выше заметно на тончик то выше шутки шутками но тем не менее я всегда вот когда есть что сказать доброе тем более я не упущу такого момента признаться в любви прямо сейчас или или потом уже начинайте да так вот есть удивительная черта у людей творческих они как-то так лихо чувствуют может быть друг друга даже на расстоянии есть у меня старый друг ну старый не в том смысле что возраст старый у него не взрослый а давнишний друг рамазан молодой старый друг рамазан колокуток это тот человек я сейчас не буду долго объяснять с которым у меня связано очень много в моей жизни ничего не подумайте чисто творческого профессионального он был и остается совершенно чудным аранжировщиком композитором исполняющим он наш будущий клавиш и человек да наш альбом сыграет ну круто да это тем более тем более хорошо вот сколько там и не были знакомы мы были знакомы еще в городе краснодаре с рамазаном откуда он потом тоже переехал в москву его так неожиданно случайно столкнувшись с колей на одной из радиостанций московских вдруг вау давно не виделись и выясняется что у нас один общий друг причем этот друг мой давнишний колин не так относительно давно но отношения те же теплые добрые вот не всегда было странно непонятно даже наверное как люди творческие люди талантливые время от времени как как это теория шестипожатий до шестипожатий в данном случае как не шесть одно получается это удивительное совпадение удивительная такая удивительная стезя что ли и не первый раз такое происходит я сейчас не про ром и вообще про многие другие какие-то контакты отношений и очень здорово что сейчас слушать не знаешь не знаю он в отпуске на море и моряк по моему не в россии так вот уехали они да возможно ему не ну послушает потом повтор может ему будет приятно в любом случае привет ему большущий любим нежно так вот когда спрашивал тебя об этом уже кто ты больше музыкант звукорежиссер сценарист не за актер что угодно никогда мне коль не отвечал на этот вопрос по вполне четко но просто потому что сам точно не знает ответ на вопрос кто личность вот на мой взгляд личность гринько это личность причем личность на мой взгляд абсолютно однозначно большая вот как ленин он был небольшой но большой я в этом смысле сейчас лежит тоже знаешь я как-то пока вертикален слава тебе господи я раз не об этом я о том периоде его жизни не долгом относительно того что он лежит что он жил что он ссоял пока да имел возможность такую вот я сейчас к тому что большая личность я хочу попросить всех кто слушает может быть сегодня впервые так тоже бывает возможно не очень внимательно слушают ротацию своего радиоэфира обычные прислушиваться к текстам в этих текстах настолько много ну какой-то вы непростой вот когда допустим песня про машу или как подождите да есть такая девочка для клипа который микрофон добра у нас да да маша-маша к казалось бы такой простенький и и в общем вроде бы как спокойные и вроде бы как даже не особо глубокий текст на первыми верный на первое на первое прослушивание сейчас спасибо на первое прослушивание на первое прослушивание а когда вчитываешься ну как бы вслушиваешься в тексты и впод тексты вдруг меня На втором разе, когда я прослушал, аж потом холодным пробил, я говорю, господи, как же все тонко, изящно, просто, но глубоко. Иной раз люди теряются в собственных мыслях, потому что хочется сказать емко. Вот как я сейчас сижу, выпендриваюсь, да? Емко, так красиво, чтобы было. А можно сказать просто, и вот как будто бы в проброс. А мысль такая закладывается в это все. Ну, на предмет денег, к примеру, да, в этой песне о них речь идет тоже. Это гениально, на мой взгляд. Вот я шел к фразе гениально, чтобы ты сейчас сразу не начал краснеть. Вот, на мой взгляд, один из, один из лучших поэтов, песенников в России на сегодняшний день Коль Гринько. Это, на мой взгляд, факт, который оспаривать было бы даже глупо. Если кто-то попытается, то только с аргументами. Ты куда пошел? Все, он обиделся, он расстроился, что я о нем не говорю. Балошка встал на этих словах и вышел за барабаном, сказал, да ну нафиг, сколько о Коле говорят, пойду-ка я. Поставь себе чай туда. Действительно, забери внутрь. Забери его, конечно. А, это он так разминается, я понял. Так, чтобы, в принципе, не засидеться, я понимаю. У него работа сидячая. Вынес чашечку метрах в пяти, я себе поставил чаю, да, встал, прошелся, попил, вернулся. Ну что, нормально, в принципе, хорошая позиция. Сегодня, ты сказал, будешь петь некоторые новые песни. Ну, буду, пожалуй. А что это с таким пренебрежением-то, я сейчас не понял? Ты на кого сейчас гонишь? Я просто, мы уже до этого тут присутствовали, люди различные, и вот им как раз новые-то не нужны. Вот требует старых-старых. Нет, старые куда деться. А мы же новых принесли всяких разных. Нет, 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 новые тоже. Да, буду, конечно. Новые, новые, новые тоже должны быть обязательно. Расскажи, пожалуйста, об альбомах. Сколько на сегодняшний день? 0,4. Я ждал эту фразу, чтобы сказать, тебя опять свинствует с твоей стороны. Мы же совершили совершенно, совершили гениальный прорыв, пошли вашими стопами, объявили краудфандинг, собрали в первый день треть суммы, и нас это так шокировало, что мы, в общем, решили, что надо продолжать это гиблое дело, и продолжили. И у нас вот сейчас, на данный момент, по-моему, осталось часа два до окончания нашего краудфандингового проекта. Мы чуть-чуть перебрали заявленную сумму, и мы этому очень рады. Причем мы ее перебрали где-то на полпути, на полсрока. То есть все, кто мог, нам принесли денежек и сказали, запишите нам, пожалуйста, альбом. Все, кто хотел. Мы, соответственно, стали вынуждены уже записать этот альбом, биваться уже было некуда. И мы его записали. Мы все спели, мы все сыграли, все чудесно, но люди, просто воспринимающие музыку со стороны слушателей обычной, они же, к сожалению, не знают, что просто спеть и сыграть еще мало, нужно все это свести, отмастерить, такое слово интересное, и, в общем, напечатать, собственно говоря, тираж, альбом, как ни странно, он все еще нужен в нашу цифровую эпоху, тем не менее. И вот на этот срок нам сказали, что на эту работу должно уйти еще месяц, полтора, тире два. Поэтому мы сейчас в таком же состоянии, как те, кто нам... — Нет, тебе Леша сказал? — Да, нет, не Леша, а студия нам рассказала. — Студия сказал. Я просто хочу сообщить вам, может быть, вы не в курсе, есть такой замечательный музыкант Сергей Галанин, вроде неплохие песни поет, говорят. — Говорят. — Да, у него есть директор Алексей Привалов, вот, и теперь директор Алексей Привалов еще и директор группы Николая Гринько и группы «Гри». — Ну да. — Да, так вышло. Я сейчас на всякий случай тем, кто, может быть, спросит сам себя, насколько хороши песни у Николая Гринько, а вот настолько хороши, что даже Леша Привалов, замечательный, кстати, замечательный человек, между прочим, и потрясающий профессионал, который руководит проектами весьма серьезными, вот, как-то так спросил вскользь, а что ты думаешь про Колю Гринько? Я говорю, страшная. — Ну правильно же, что ты молодец. — Страшная, говорю, не надо этого делать, даже близко не подходи. Вот. А потом, на удивление, мне Коля позвонил, сказал, что ты думаешь про Лешу Привалову? Я говорю, говно страшное. — Так мы и нашли друг друга. — Вот так они два и нашли друг друга. Вот. Через телефонную трубку. Вот это я к тому, что складывается все, слава богу, мы чертовски этому рады, и очень хотелось бы желать и тебе, и Лешке, ну, Привалову, в смысле, Алексею, чтобы у вас все сложилось так, как надо. Наверное, давай-ка еще попоем что-нибудь. — Давай, ты же нового просил. — Конечно. — Да? — Да. — Да? — Да тогда или нет? — Нет, да-да-да, тебе да. — А, туда нет? — Там в группе поддержки нет. — Я понял, да. Что это будет? — Божья коровка. Давайте все-таки ее сыграем в конце концов. — Свежачок. — Свежачок, свежачок. — Как будто бы сопротивлялся кто-то. — У вас, между прочим, сейчас на станции будет премьера песни. — Гениально. — Она вообще нигде не звучала. — Никогда, однажды под акустику я ее прошептал на одном концертике, и все. — Спасибо тебе большое. — Вот, поэтому... — Премьера в Эстонии. — Спасибо. — Погнали. — Да. — Да. — В начале было солнце, желтое как медь, и лучший друг игрушка, плюшевый медведь. Он всем хорош, жаль, не умеет говорить, и все мне будет, стоит только попросить. — Божья коровка, лети на небо, принеси мне хлеба и фелик, и мячик футбольный. Божья коровка, слетай за мамой, пусть полечит рамку, подует и станет не больно. Потом бритье, работа, кофе и шенген, умение пить и головная боль взамен. Божья коровка, лети на небо, принеси мне хлеба и денег, смартфон самый новый. Божья коровка, слетай за нею, передай, жалею, скучаю и очень хреново. Божья коровка, лети на небо. Потом дожди, большое небо и прибой, война с собой и примирение с собой. Божья коровка, лети на небо, принеси мне хлеба и веры, и ветра немного. Божья коровка, слетай за тучу, там уж всяко лучше и чище, и ближе до Бога. Божья коровка, лети на небо, принеси мне хлеба и велик, и мячик футбольный. Божья коровка, слетай за мамой, пусть полечит рамку, подует и станет не больно. Божья коровка, слетай за мамой, пусть полечит рамку, подует и станет не больно. с премьерой спасибо спасибо тебе большое что ты вот так пришел не спустыми руками скажи пожалуйста концерт какой-то будет у вас ближайшая да послезавтра же у нас концерт же да ладно послезавтра да где это вы консертирует так клуб называется glastonberry pub татышу да в 21 00 да не очень далеко далеко да вот и мы туда всех приглашаем потому что приходите потому что надо вот и там мы чего-нибудь отожжем мы правда у нас был замах на 100 рублей а выхлоп получился на 88 потому что мы обещали больше сюрпризов чем сможем к сожалению подарить нашим слушателям один из сюрпризов сволочь да не придет но все остальные вот будут быть все очень хорошо послезавтра 2 числа в glastonberry pub в 21 00 бобро пожалуй число это 2 октября до glastonberry pub двадцать 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 один ноль ноль а чё так поздно ну потому что двадцать один ноль ноль в glastonberry pub 2 числа это такое оптимальное время понимаешь мы не можем играть не в двадцать один ноль ноль второго числа в glastonberry pub нас пригласили просто то есть это вы что в glastonberry pub и кроме как в 21 00 другого нормального времени обычно не бывает они позвонили говорят вы могли бы в 21 00 glastonberry pub 2 октября сыграть концерт мы говорим 2 октября зацепился языком да 2 октября до 21 00 в 20 50 мы не смогли бы потому что мы в данном случае занимаемся другими делами конечно мы заняты один ноль ноль в glastonberry pub 2 октября 2 октября послезавтра да мы как раз смогли очень конкретный подход очень правильно очень правильно я уважаю организаторов которые оргов то бишь которые точно знают что в 21 00 в glastonberry pub 2 октября идеальное время для выступления группы николай гринкой грин прекрасно гениальное время но вот именно 2 октября именно glastonberry pub в 21 00 важно не перепутать услышать все их песни в живьем и посмотреть на этих мы-то не придем а песни вы сможете здесь не сможете услышать но мы попытаемся договориться с музыкантами коллектива чтобы они тоже подбежали в общем на некоторое время чтобы как-то не быть из нас явится влад волошка самый пунктуальный парень из нас все команды тоже касается всех перипетий которые были из происходит с группой но это все мне чертовски приятно в этом признаваться это происходило на наших глазах и безумно радостно что все же ты решился на этот шаг помнится когда даже вопросы задавал надо не надо надо конечно надо при твоих песнях при твоих текстах при твоем вообще подходе взгляд на жизнь надо другой вопрос как вот в принципе сейчас к музыкантам хочу ладно мы как-то с ними уже давно я жду жду мы с ними как-то уже говорили об этом но все-таки хочется более подробных каких-то вещей иди сюда эти по-своему называл всегда евгений тарутаев его фото и у нас тарутаев а вот зачем вот микрофон не оттесняй колена а чем он говорит скажи мне же жень пожалуйста ну гитаристы классные совершенно очевидно спасибо это слышно и тот самый жив-жи и тот самый драйв гитарный который присутствует в музыке грин я скажу не у меня не у кого грин именно грин в группе грин это в общем твоя заслуга дают тебе этот человек спокойно работать до что характерно дает ему очень нравится здесь ситуация уже обратная мы уже начинаем спрашивать коля ты точно хочешь чтобы это было вот так это же уже не так попсово как ты привык то есть как бы да да это круто это круто будет так вы писали гитары если кто слышал маленькие видосики выкладывали в интернет там получается звучание гораздо жестче чем коля звучал сам по себе и даже где-то жестче чем было уже на концертах и записываем гитару коля это же ну тяжело это же тебе такое нужно да да это круто я именно этого и хотел то есть ну в общем как бы езди развернуться но то есть принципе ты не скучаешь по ты можешь имеешь возможности имеешь все все свободные дорожки для того чтобы реализовываться да да почему нет у нас все как бы все открытым путем то есть но просто не так давно у нас была группа nobody one серега табачен для меня кстати было откровением я не знал об этом как-то не особо его об этом спрашивал тут на эфире спросил как вы делаете аранжировки он сказал честно партии для гитары пишу я партии для баса пишу я партии для барабанов пишет специально обученный барабанщик барабанщик уже играет тушу ему написали басисты играет то что ему написал серега табачник мне нравится и для меня это было откровением честно скажу это не говорит о том что они не имеют возможности там как-то пытаться реализовываться но в этих рамках у вас рамок не да не у всех в любом случае то есть когда ну песню божья коровка коля принес она вообще была не готова никак поэтому здесь мы по полной программе как могли так сами извратились чаще он приносит уже какую-то заготовку сделано и мы от нее оттолкнувшись пробуем разных направлениях и если получается что-то интереснее да получить то есть все такие сойдутся во мнении что это лучше вышло да там то мы делаем как вышло но очень часто остается так как коли уже звучит ну то есть как он сделал потому что видимо как-то у него это в голове звучало и сложилось до этого и уже органично вполне себе звучит вот так что вот так вот хорошо убедил убедил но теперь убедительный вообще я понимаете либо убедительно соврал либо так оно и есть на самом деле и ты не тиран да какой из меня тиран ну посмотри на меня ну что очень бывает обманчиво внешне не бывает тиран басист я нормальный все все тебя сдали по трахами ну иди тогда саша рассказывай о своей тирании а тебе кто мешает работать по убивал ну раз тиран давайте я объясню у сашки такой бэкграунд и вот наш альбом это сольный концерт саши там столько баса он столько и вона игре ноты то есть да все свои две ноты он сыграл так что он играет всегда больше чем надо в 40 раз и у нас конечно есть вам вот женька мысль взять вот он записал эти дорожки а потом только сильные доли оттуда вырезать все а все остальное удалить и сказать что так 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 оно и было да вот вот много наиграл говори сам ты умеешь елки-палки тут так и хотят про хрустово ложе ввести в коллективе смотри как заговорил давай когнитивном диссонансе сразу на свои разницы 40 сантиметров нужно ну то есть тебе никто тоже не мешает как я понимаю нет не мешает с сожалением сказал главное глаза честные при этом короче вы аранжировки то как делаете сами собираемся принес вам уже что называется вокруг евгений сказал пробуем да не попробуем это к басановки в любимый да кстати да музыка очень разнообразно кстати сказать что касается музыки и аранжировок то грина и сейчас говорю опять же о группе которая работает с николаем очень много музыкальных таких ответвлений хороших очень отходов то в одну то в другую сторону это клёво вот лично я это сильно люблю на самом деле это заслуга получается музыкантов да конечно а что ты-то делаешь группе я ничего не делаю я прикажу любуюсь на них на репетициях что все практически клёво устроились ребят не дико нравится надо к вам на репетиции походи посмотреть а ты мне предлагал что-то там хайром трясти вот да ты только резиночку с волос снимаешь буду приходить к вам на репетиции хайром трясти петь бы надо бы да не хочет барабанчик не мы с ним отдельно поговорим я для него выделю отдельное время просто понимаю что если мы сейчас будем разговаривать мы будем поговорим чуть позже то мы можем прозевать хорошую песню что это будет сейчас а пусть не не скажем и что это будет хорошо это будет маленький сюрприз ну такое да хорошо как всегда живой звук в программе живой николай грин поехали 12 месяцев подряд серёгу пили джина давно купила да спасибо не вооружена один и тот же вопрос один и тот же ответ серёгий ты вынес елку блин она не пахнет и не радует полгода уже она стоит на месте телека а он в гараже по всей квартире иголки кот гадит мишурой ну вынеси елку боже мой серёга вынеси елку серёга вынеси елку серёга вынеси елку пожалуйста серёга вынеси и 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 Она стояла и мешала с самого января Пока не вспыхнула в июле синим пламенем горя Пылает ёлка в углу, по всей квартире дымит И только дети были рады, колочка горит Когда пожарные примчались на подмогу ему Семья металась по квартире, задыхаясь в дыму Соседи громко матерились со всех этажей Серёга, вынеси ёлку тоже Серёга, вынеси ёлку Серёга, вынеси ёлку Серёга, вынеси ёлку Серёга, вынеси А в декабре друзья Серёгины пришли отмечать Супруга, выглянув в окно, решила не открывать Они стоят во дворе и дышат паром в кулак В глазах застыл не мой вопрос А чё-то как-то не так У них шампанское, петарды и в карманах винегреты Вроде всё хорошо, а только праздника нет А на часах без пяти уже почти Новый год Серёга, вынеси ёлку Серёга, вынеси ёлку Серега, вынеси елку! 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 Всепогодная песня. Да не то слово, знаешь, как в июле идет. Серега, погодная песня в эфире. Ты знаешь, смех смехом, а она же тоже в ротации, эта песня. И мы как-то с Сашкой Александровым, с Музредом, радиостанции решали определить ее в папку праздничных песен. Ну, есть такие, которые на всякие праздники, на Новый год, там, либо уже в ротацию пустить. Я сидел, думал, думаю, да какой нафиг, ну, конечно, новогодняя песня, безусловно, имеющая, или постновогодняя. Пост, конечно. Постновогодняя. А с другой стороны, она ведь не привязана точно к Новому году-то, она же вот после... А люди могут выносить елку и в мае, и в июле, и в июле. Я в этом году в июне вынес, да. Поэтому она всепогодная, и поэтому она звучит в постоянной ротации, так что она никакая не праздничная, она жизненная. Очень же. Но басановка-то ты имеешь, это здесь вот прибавилось. Да не особенно здесь басановка-то, да. Ну, так, с лигонца, она же по-другому немножко звучала, да? Да, она звучит, конечно, иначе. Это концертная версия. Понял, да. Но все у них ненормально. Концертные одни версии, альбомные другие версии. А потом сиди и думай, знаешь я эту песню, а почему не узнаю? Понятия не... Так надо. Влад! Вот он! Как я... Понятно. Как и обещал, я сейчас к нему. Но то, что ты человек последовательный, я понимаю. Как ты сейчас верно и точно выстраиваешь для себя микрофон, это говорит о том, что ты все любишь сделать хорошо и подробно. И качественно. Хватит бухать уже, он сейчас бухает в эфире. Вот так нормально? Нормально. То, что ты выставляешь для себя чашку в определенное место, это место, скорее всего, имеет какое-то отношение к стороне света. В другой стороне света чашка не была бы... Фэншуй, да? Именно фэншуй, да. А в этом помещении оранжевые стены тоже по фэншую, не так просто все. Я понимаю, что это свой. Вот ты пришел в то место, где тебе и надо было быть, исходя из того, как ты расположился на своей кухне барабанной. А вакансии есть? Есть. Есть. Есть вакансии, поговорим. Поговорим. Вот Лиза периодически устает чай готовить. Есть одна у нас вакансия. Скажи, пожалуйста... Так вот, ладно, поговорим после эфира об этом. Что-то Чехову надо вдруг неожиданно от тебя. А ты имеешь в виду вакансию барабанщика, что ли? Мне нужна Лиза. А, Лиза. Это отдельная тема, это к Лизе. Скажи, пожалуйста, ты где играл раньше? Забыл момент. Ну, на самом деле, кроме шуток, Коля, ну и группа Грин, это не единственный коллектив, которым я... Ну, понятно, да. Да, то есть я работаю в кавер-команде. И на прошлой передаче я уже рассказывал об этом. Год назад. Год назад, да. Значит, играю в московской команде альтернативной. Альтернативе. К чему и вел-то я. К чему и вел-то я. Так. Под названием Rebel Beat. Так. Вот. Я почему спросил? Потому что по всей твоей манере и по всем твоим, ну, скажем, движениям, которые ты воспроизводишь за барабанами, я понимаю, что ты играешь тяжелую музыку. Любишь тяжелую. В последнее время... Любишь тяжелую. Люблю, да. Любишь тяжелую музыку. Потому что очень сразу видно барабанщика, играющего басанову, ну, обычно, да. И барабанщика, который играет обычно тяжеляк, но сдерживает себя периодически. Сдерживает, не дает себе возможности разогнаться в полный рост. Разгоняйся, здесь можно. Открути хэт, ты просил. То есть ты можешь не стесняться, да. Открути как тебе надо все. И микрофон тоже. Делай как надо. Скажи мне, пожалуйста, если уж действительно ребята говорят то, что говорят и то, что думают, наверняка, ты тоже такой же. Как давно ты с Колей? Ну, с самого начала, как коллектив появился, верно? Ну, почти, да. Это получается чуть больше года, да? Да. Год с копейками. А стуль, подожди, подожди секундочку. У тебя, два уже, да? У тебя команда-то не менялась? Менялась. У меня? Нет, нет, подожди, подожди. Я всех поменял. Подожди, 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 подожди. Коля, я у тебя первый. Влад с тобой, честно. Влад с тобой с самого... Честно, нет. Нет, 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 подожди, подожди. Это ваше личное, оставьте при себе. Влад с тобой с первого дня. Не совсем с первого дня. А как? Я рассказывал. Так что ты рассказывал? У меня каждый день группа, я мог забыть. Да я понимаю, что... Мог забыть. Запиши. Через год придем, спросим еще раз. Был коллектив поначалу. Был клавишник. Был клавишник у нас. Да, это понятно. Да. Были вообще другие люди совершенно со мной изначально. Никого из этих ребят не было. Мы пробовали, мы провели три, что ли, четыре репетиции и на одной из репетиций, по-моему, клавишник привел Женьку Тарутаева в качестве гитариста, потому что нам нужен был хороший. Это был последний день клавишника в коллективе. Именно. И всех остальных. И всех остальных, да. Я привел еще клавишника. Так, так, так. И постепенно... У нас Женька самый активный в этом плане, в таком... И вообще, в принципе, он пробивной парень. И он сказал, значит, так, басиста мы меняем. Вот, значит... А, то есть он директор. Да, да. Творческий. Конечно. Худрук. Я же говорю, тираны все кто угодно, только не я. И вот с его легкой подачей нашлись все вот эти люди. Как ни странно. И срослось. Срослось. Я к чему и говорю, что это удивительно, когда за такой недолгий срок, потому что группе-то всего ничего, а группа срослась. И уже есть совершенно очевидная сыгранность, совместное абсолютное существование, обычно на таком этапе коллектив меняется дважды, трижды, четырежды, и все никак не могут найти свою ноту. Я учту. Да. Да. И через два года так коллектив не звучит. Ну, условно говоря, цельно, понимаешь? Я понимаю, что вы музыканты опытные, уже не молодые, которые только-только взяли в руки инструменты, безусловно. Но даже взрослые музыканты, на моей памяти много было групп разных, через два-три года еще пока не точно знают, что они и кто они, и что они из себя представляют. А у вас-то как раз это сложилось. Это клево. А ты сегодня укулеле ведь не зря брал? Ну, наверное, не зря. Я захватил. А что ты хотел с ней сделать? С укулеле. Сжечь. Давай. Давай. Я хочу на это посмотреть. Лиза, будь добра, у нас там есть мангальчик небольшой. Занеси сюда в студию. Я давно хотел посмотреть, как горит укулеле. Там в прихожей книжке. Вы видали, как горят гитары? Рояль горит дольше, я себе хочу сказать. Да. Я думаю, что мы вот эту часть эфира отпустим музыкантов, и ты попоешь нам под укулеле. Немножко пойдут они, пока немножко погреются, а ты нам попоешь под укулеле. Потому что это отдельная тема, друзья мои. Если вы не знаете, о чем идет речь, я думаю, что вам стоит погуглить, найти Коль Гуренько, Николая Гуренько. Вы поймете, что со своей укулеле он уже стал звездой другой радиостанции, довольно популярной, и вообще, в принципе, звездой юмора. Расскажи немножко об этом в двух словах. Надо? Надо, надо. Почему? Значит, в двух словах год назад некая юмористическая радиостанция. Юмор ФМ говори прямо. Радиостанция, юмор ФМ, холдинга. Давай, конечно. Вот. Объявила конкурс на... Ну, им просто нужна была еще одна музыкальная, ну, не юмористическая рубрика. И у них мало юмористических рубрик на юмор ФМ. Вообще не смешная радиостанция. Вот. Им была нужна юмористическая рубрика, они объявили конкурс, и я на него приперся. Вот. Я приперся с песнями смешными, и выяснилось, что я не один так решил, что у нас было несколько человек с песнями. Но кроме этого были какие-то пародисты, были там, ну, в общем, какие-то авторы, что-то вот такие, люди, говорящие старушечными голосами. Ну, много вот разных таких людей. И, ну, так вышло, что я выиграл этот конкурс. Я сам это, вот, честно говоря, не очень ожидал, и, может быть, поэтому и выиграл, что особенно как-то было наплевать. Ну, вот, нехорошо, наверное, так говорить, но я был спокойный и пел какие-то дурацкие песенки. И в итоге? В итоге вот уже почти год я ежедневно пишу песни для них, песни про новости. Я читаю новости чаще всего в интернете, ужасаюсь им. И пишу свои вариации этих песен. Да, да, да. Но раньше надо было сказать, что ты это делал на Радиомаяк в программе... Как называлась программа? Про кино? А, полкино, да, да. Там я писал про кино песни на уголе. Вот, Коля и в этом смысле еще и Горастый, и Жнец, и Грец, и так далее. Давай мы посвятим оставшиеся 10 минут этого часа твоим замечательным укулелишным песенкам. Да, можно? Только ты сначала сообщай про что, чтобы было понятно. Да, конечно, они иначе не живут, эти песни. Давай. По-другому никак. Такая вот новость, недавно я ее прочитал, о том, что собирается весь... Значит, московское правительство собирается штрафовать родителей за школьников, опоздавших на уроки. Гениальное решение, между прочим. Не то слово. Гениальное решение. Да, ну вот про это такая песня такая. Давай. Николай Гринько. Грин пошел пока подышать. Он один. Он бродит по ночам в умах московской думы. Там кто-то предложил, а кто-то поддержал. Нас штрафовать за школьные прогулы. Пойди сюда, сынок. Ты вырос член семьи. И должен понимать, мне кажется, по боли прогулы оплатить не можем мы твои. Отныне ты ночуешь прямо в школе. Давайте штрафовать детей в детских садах за каждый недоеденный кусочек каши. Куда уехал цирк? А он, а уехал он туда, где люди создают законы наши. Ну, это не все. Ну, конечно, их же полно. Они же ежедневно пишутся всякие. Давай, давай, давай. А вот помните День города? Ну, конечно, был. День города Москвы. Помните, сколько денег потратено на разгон облаков было, да? Много. 430 миллионов рублей. Я прям выписал себе эту цифру. 430 миллионов рублей. Весь день шел дождь. Для того, чтобы дождь вышел потом в другом месте где-нибудь в Подмосковье. Он не вышел, он весь здесь был. Весь день. Ты знаешь, вот это вот. Такая. Грустная песня. Идут по паркам горожане в праздник. По лужам торопливо си меня. Вы дайте мне как можно больше денег и смело положитесь на меня. Я тучи разгоню деньгами. Не знаю, как, но разгоню. Ну, пригрожу им кулаками. Урон моральный причиню. Я город разведу на бабки. Бюджет освою и за дверь. Пускай идут себе осадки. Ты не найдешь меня, поверь. Ты не найдешь меня теперь. Так, собственно, вообще никаких концов. Никогда не найдешь меня, поверь. Ну, актуалочка. Чем Коля всегда и славился, актуалочка. Он умеет из действительно, казалось бы, простых, ну, понятно, бывают очень сложные, с точки зрения, восприятия новости, но простых вещей, такие как новости, сотворить вот такое маленькое чудо. У тебя еще есть... Вагон существует... Давай, давай, давай. Этим надо тоже хвастаться, это тоже надо показывать. История такая, космодром восточный. На строительстве космодрома сперто безумное количество триллиардов денег каких-то, невероятное. И вот одного из директоров строительной фирмы, которая там строила, недавно задержали в Минске. Он ехал на Мерседесе, его там задержали. Мерседес был целиком оклеен стразами Сваровски. Полностью. Все серьезно. Какая песня? Как-то раз в обычный будний день В ОВД доставлен был олень Он недавно строил космодром И нормально наварил на нем Но не стал олень скрываться в лес А купил красивый Мерседес И чтоб никто оленя не узнал Он машину Замаскировал От крыши до колес Покрыл машину стразами А если б больше спер, покрыл бы всю алмазами Надеюсь, к приговору Добавят прокуроры Годок за то, что он такой олень Я не отвяжусь от тебя Я не дам тебе возможность сейчас отдыхать Хорошо Не дам, потому что нам надо наесться этого Хорошо, я почтой тексты вышлю Да, эти тексты надо оформлять, естественно Их надо как-то сохранять Ну что, какие еще ты нам новости поведаешь? Знаете, что в стране происходит с рублем Со всеми этими импертозамещениями Представляете себе, наверное, примерно, приблизительно Хотя... Ну, конечно Ну вот Мы иногда живем Для решения за счет этой проблемы Центробанк предложил пенсионные накопления россиян Потратить на постройку в стране 200 овощебаз Почему? Каким образом они помогут эти 200 овощебаз нам выбраться из кризиса? Не указано Но песня написалась Как повод хороший Давай А давайте все напряжем мозги и придумаем Куда нам потратить деньги россиян Из ихних пенсий Ну, можно купить Челябинск Или покрасить облака А можно взять и по России всей Построить 200 овощебаз И сразу станет круто И веселее жить Овощи круто Специально и откроем Ого-го Деньги вольем Как следует распилем В офшоры выведем А если спросят Скажем, что не выросло Ничего Офигенный план Как тебе скажи мне, пожалуйста, это все в голову приходит Господи Слушай, с трудом В такую маленькую голову Я бы с таким удовольствием не читал этих новостей Не делал этого всего Скажи мне, дружище, скажи мне, как это все в принципе рождается Я хочу понять теорию всего Практика невозможна без таланта твоего Но теория Ты видишь новость какую-то? Понятно, что тебя эта новость ошибает чем-то Как у любого нормального человека Ну, любой нормальный человек говорит Вот Да Это первый этап Я с этого начинаю А, то есть ты тоже Конечно Ага Потом на эти слова я кладу музыку Я кладу эти Нет, я кладу на музыку Ты положил Да Ты положил Потом я оттуда вычеркиваю мат И остается вот это А, то есть ты хочешь сказать, что когда эта новость проскочила Ты через мат овощи басаду Конечно Конечно То есть мелодия должна рождаться Какой-то текст должен рождаться Как это происходит? Ну, как рождаются песни Мне уже рассказывали многие Песни, они как творение из космоса Да Голубь А вот это что? А это с обратной стороны А, то есть из глубины Да, снизу Из глубины железных рут Оттуда они и прут И прут Да Понял, все Понимаю, красиво и злободневно пишет народ Но тут очень много чего пишет Браво, рыдаю И так далее Я просто хочу с укулелькой вот в этом части закончить Да, дальше мы с тобой уже будем Но это надо было сделать Давай мы, нет, закончить не сейчас Сейчас еще споешь Я имел в виду, что в следующем части Ты укулельку уже не будешь использовать Хорошо, как скажите, да Надо, чтобы наелись люди новостей В конце часа Давай что-нибудь еще А я могу не новостное У меня так Я читаю Это новость, конечно, источником была Я прочитал, но песня написалась не смешная А так как достаточно такая суровая, серьезная Называется песня про пересадку И это прям песня как-то так вышла Вот Мой хирург веселый и совсем молодой Шутит, мол, придется помучиться Раз не получилось долететь по прямой Может с пересадкой получится Раз не получилось долететь по прямой Может с пересадкой получится Мне бы больше времени Да жаль не дадут Стрелки на часах не подвинутся Мне на пересадку будет восемь минут Если повезет, то одиннадцать Мне на пересадку будет восемь минут А если повезет, то одиннадцать В зале ожидания В тиши да в тепле Нас таких достаточно Ждем, сидим Если пересадят, будем жить на земле А не пересадят, значит полетим Если пересадят, будем жить на земле А не пересадят, значит... Ну что, давайте продолжим С радостью и удовольствием Музыканты наконец вернулись в студию Коль тут какое-то время был один Замечательным образом радовал своей укулеле Теперь надо петь что-то цельное, да? Цельное, да Мы собрали деньги на то, чтобы исполнить По заявкам песни Слава богу, да Потому что заявок сегодня много Что-то понеслось прям сразу Что это будет? Это будет композиция, написанная в осенней пробке Три года назад Называется она «Три старет пути» Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» Николай Гринько и группа «Грин» Поехали! Продки девять баллов, дальше будет хуже Этот город не умеет жить иначе Разливает одиночество отраву, как чай Все, что я подумал, никому не нужно Все, что ты сказала, ничего не значит Все, кто в нас не верил, отказались правы Прощай Не видно ничего От дождя и ветра Город не спасти Так и просто До тебя всего Девять километров Триста лет пути Яндекс подтвердить Одинаковые окна в разных рамах Одинаковые люди в разных подах Нас потоком словно красно-белой лавой Несет Мы хотели верить только слишком рано Мы хотели падать только слишком поздно Через двести метров поворот направо И все Не видно ничего От дождя и ветра Город не спасти Так и просто До тебя всего Девять километров Триста лет пути Яндекс подтвердит Девять километров 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Диск я куплю Забил себе в органайзер Накопить, купить и слушать И плевать на то, что кушать ход с отца Чай никто не отменял Да и бомж пакеты пока еще Не стоят на квартире в Москве Подожду выхода альбома и обязательно куплю Ну, ты хоть как-то приблизительно Можешь сообщить? Ну, хотя бы приблизительно Когда уже, наконец, альбом-то твой выйдет? Приблизительно в этом тысячелетии И, к сожалению... В общем, не при нашей жизни Да нет, я очень надеюсь, что... Во-первых, это до Нового года должно случиться Я прямо вот изо всех сил на это надеюсь Буду пинать всех, кого нужно Для того, чтобы это произошло до Нового года Вот Ну, еще раз говорю К сожалению, дальнейшая работа над альбомом Очень мало зависит от нас А уже зависит от людей, которые взялись за Его сведение До писания клавишных партий и всего остального Ну, ты уже об этом говорил Ты уже об этом говорил Елена Варнакова пишет А Семен-то не врал Вроде бы простые текстики А за ними даже в самом пустом из самых пустых Есть двойное дно Интересно слушать Это правда Ну, что мне врать-то зачем? Я вообще не вру Я считаю, что... Ну, редко Спасибо Знаешь сразу, да? Хорошо, да Добрый вечер, свои, пишет Иван Петров Неделю-две назад включил с утра свое радио И услышал впервые новую песню Николая «Спецэффекты» Сразу же появилось настроение Мне захотелось подпевать, танцевать Строки песни сразу же впились в голову Тут же мне захотелось найти Коль в соцсети Нашел его ВКонтакте Написал ему огромное спасибо за то, что он делает И что он самый настоящий музыкальный волшебник Надеюсь, «Спецэффекты» сегодня еще не спеты Спасибо за творчество и хорошего вечера, Иван Петров Спасибо Вот, пожалуйста, встречаются пути в эфире тех людей, которые пишут тебе добрые слова Это радостно А давай, наверное, сейчас «Спецэффекты» испоете, да? Сможем У вас уже зашла речь-то об этом Ну, что сейчас тянуть кота за усы? За различные части тела Да, давай Песня очень добрая, правда Что это такое сыграло? Не имеет значения, это он на ускоренной, да Все, закончилась песня Сыграл песню Итак, как всегда, живой звук Николай Гриньков и группа «Грин», да? Да Ничего не скажешь перед песней? Специальные эффекты Смотрим большое Мы расшифровали Погнали Каждое утро загружаешься с нуля Подтверждаешь настройки всех систем Проще заставить работать реактор космического корабля Чем объяснить себе просыпаться зачем Каждый день ходишь в пещеру горного короля Видишь марш андроидов метро Мы поездами насквозь проедаем тоннели в планете Земля Лишь иногда задевая земное ядро Но это все только спецэффекты Нарисованные дома и проспекты Одинаковые прохожие Нарисованные и размноженные Это все только спецэффекты Нарисованные дома и проспекты Пароходы и экскурсанты И настоящий только сам ты Каждый вечер город выпускает светляков Навигационные огни Ты вроде бы знаешь, что будет И даже как будто к чему-то готов Но как всегда неожиданно гаснут они Каждую ночь ты словно дышишь гелием Легок и невесом, как бог Это все только спецэффекты Нарисованные дома и проспекты Одинаковые прохожие Нарисованные и размноженные Это все только спецэффекты Нарисованные дома и проспекты Пароходы и экскурсанты И настоящий только сам ты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но это все только спецэффекты Нарисованные дома и проспекты Нарисованные дома и проспекты Одинаковые прохожие Нарисованные и размноженные Это все только спецэффекты Нарисованные дома и проспекты Пароходы и экскурсанты И настоящий только сам ты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красота! Хорошо сидим, черт возьми! Хорошо! Скажи, пожалуйста, если уж говорить о твоих других ипостасях, Ты какие-нибудь сценарии до сих пор пишешь, нет? Или ты завязался этим делом? Сейчас обхохочешься Хочу Хочешь? Хочу Хочешь, я расскажу тебе сказку Дорогой малыш Я сейчас такое скажу Я пишу Петросяну Так Почему у нас в студии дверь закрыта? Я хочу выйти отсюда Слушай Это потому, что он к 70-ти годам уже не в состоянии сам этого делать? Нет, не ему лично А кому? А все это и коллегам его Давно? Да нет, что такое? Давно, нет, совсем не так Ну, просто ребята вышли на меня Ребята им там, ну, как ребята, да Они просто нашли меня в интернете Послушали некоторое количество вот этих вот укуленичных песен И попросили, а можно мы будем их исполнять? За деньги Так Я сказал, ну, попойте, чего всему нет-то Вот И, ну, говорят, уже где-то есть Я все жду результатов-то И все никак, да Нет, нет, нет Этих результатов я дождался Вот А исполнительских результатов пока я не видел Мне просто интересно, во что это все выльется Как это будет выглядеть Не надо так грозно на меня смотреть Не надо Коля, Коля Кажется, мы теряем гриньков А, нет, чтобы Ты не боишься, что Петросян записнет кавер-альбом на твоей песне? Кажется, мы теряем гриньком На укулельке, да ради бога, пусть поют Ну, правда Знаешь, я расскажу тебе короткую историю Есть такой замечательный радиоведущий Ну, не знаю Может быть, в курсе Костя Михайлов Конечно, знаю Сын артиста Михайлова, да? Ну, ясно Он в свое время снялся в ролике В котором он рекламировал средства для чистки унитазов Ну, понятно Это было давно достаточно В 90-е Махровы Мы все его приятели как-то Ну, не то чтобы упрекали Но смотрели на него с легкой иронией Когда он приходил на работу Всякий раз спрашивали его А чем помыть унитаз сегодня? Скажи Ну, стебали Ну, в общем Ёршики дарили Да, ёршики дарили Такую-такую лабуду Понятно, что мы издевались слегка Но, слава богу, что он не перхоть играл Был такой актер, который перхоть играл в ролике И он всякий раз так становился в позу Говорит, если бы вы знали Сколько мне за это заплатили Я тоже так буду говорить, можно? Вот, я тебе рекомендую Когда вдруг в следующий раз возникнет вопрос Ах, это вы пишете, Петросян Если бы вы знали Сколько мне за это платят Ну что, поздравляю Плакать при этом Как меня там бьют Да-да-да На самом деле это круто, что сказать Как бы мы ни относились Да, всё-таки это такая история популярная Люди это слушают, всё И теперь, может быть, с юмором будет получше У всей этой личной компании, кто знает Глядишь, им повезёт с тобой теперь Нет, я не говорю обо всех Я, кстати, из его команды Кое-кого даже вполне себе приемлю Есть там один артист Как его фамилия в жизни? Гальцев его фамилия Не-не, Гальцев, да Гальцев это отдельная история Это вообще великий Лысенький такой Который пьяного всё время прапорщика исполняет Слушай, я в них про себя не разбираюсь Вот я тоже не очень Я тоже не помню его фамилию Я не очень не знаю Вот он потрясающий просто Он без всяких кривляк это делает Роскошно совершенно Я очень не люблю кривляний Знаешь, когда вот артист выходит И кривлян Вот это петросямская история Вот это смешно Кому не знаю Но вот этот удивительный Он там один как-то затесался Который не кривляется Он такой по жизни Очень весёлый Вот если ты будешь ему писать Я буду тебе очень признателен Правда Потому что он того стоит В семье не без урода Ты же понимаешь Да, да Ты знаешь, я когда пришёл к ним Живично меня позвали Поговорить на эту тему Я пришёл Там длинный-длинный стол И все вот эти люди сидят То есть Евгений Ваганович В центре Вот так А они вот таким Тайное вечер Вот это вот Такая Ну, в общем, не буду я ничего рассказывать Не-не-не-не Начал, давай, заканчивай Давай-давай Ну нет, я пришёл Я думаю, ну вот оно Вот логово Так И что? Ты вышел оттуда живой Я смотрю, вполне Да, я вырвался живым То есть тебя тестировали? Да-да Они проверяли тебя на чувство юмора? Назвать, да То есть они тебя делали А ты не смеялся? А я не смеялся Как принято сказали Все свой нормально держится Держится Ну а что-нибудь ещё приятное скажешь Кроме того, что сказал? Ну да уж приятнее-то, казалось бы Что ещё нового? Я не знаю, новое ли это Я не помню, говорили мы с тобой Или об этом Я... Ты же спросил про сценарную какую-то деятельность Ну именно про эту часть, да Я периодически пишу какие-то пробные сценарии Не всегда они там выстреливают Например, я написал несколько серий К Маше и Медведю Как они называются? Это мультфильм отечественный Маше и Медведь Маша и Медведь, да? Так и называется Я просто... Это было вот полгода назад, наверное Я смотрю Вот, Евгений фанат, оказывается То есть ты... Твой фанат? Да, мой фанат Вот И тоже, я тоже... Я не отслеживаю всё это Я не вижу, к сожалению Куда-как в песок ушло куда-то там Может быть, есть серии существует На мой сценарий написан А может быть и нет Я не знаю Там выходят какие-то люди периодически Если нет, тогда что Женя смотрел? Ну он там же кроме меня ещё пишет Я в целом смотрел А, ты в этом смысле? Да, да Пробовал писать сценарий Для каких-то световых шоу Для Дня города Ну в общем, я всё время куда-то лезу В какие-то вот странные места Из которых потом... Как тебе на всё хватает, скажи? Не знаю, мне не хватает Ты же видишь Ну а нет Я сейчас это делаю совершенно не зря Я хочу просто показать тебя С совершенно разных сторон Коль, ты очень талантливый человек Очень разнообразный Очень талантливый Очень яркий И при этом самое главное Что он остаётся человеком Без всякой звёздной болезни Что редко бывает Есть артисты, которые чуточку-чуточку поднявшись Вдруг бронзовеют И всё с ними уж так просто не поговоришь Я Петросяну пишу Ну вот, да А сейчас ты можешь себе... Я думаю, тебе даже на плече стоит новую наколку сделать Я пишу Петросяну Я ПП Письма Встретить этот день вместе с вами Мы отмечаем годовщину радиостанции 26 октября нам исполняется год 1 ноября воскресенье В клубе Вольта Случится большой праздничный концерт На сцену выйдут кроме ведущих эфира И ведущих разных рубрик радиостанции Вы хотя бы увидите их в лицо Если никогда не видели раньше 7 интереснейших музыкальных коллективов Группа Артерия Группа Чехон Т Обе рек Дороги меняют цвет Или ДМЦ Скращенно Группа Мордор Nobody One Сергей Табачников И Николай Гринько И группа Грин Очень разнообразная программа Сознательный лайнап такой разнообразный Чтобы вы подчеркнули что ли для себя И мы подчеркнем для вас Насколько разнообразен эфир своего радио в целом Давай петь дальше Давай Чего это будет? Это будет песня, которую ты у нас просишь давно Да В эфир Да Мы ее год назад у тебя сыграли В плохой аранжировке Ну так и не записали ее Нет, мы записали ее Ну не свели Пока не свели Да Хорошо, не свели Поэтому мы в качестве извинения Принесем ее тебе Вот как только ты ее принесешь Даю тебе честное слово Она тут же пойдет в премьеру Эта песня Она стоит большего, конечно Мне кажется, что вокруг этой песни Уже можно слагать целые легенды Мне кажется, что эта песня Должна войти в сознание людей Как одно из самых ярких музыкальных произведений Сейчас я тебе выключу микрофон Чтобы ты не посмел мне даже печать Как одно из самых ярких произведений музыки Российской в принципе Послушайте этот текст, пожалуйста Послушайте эту песню Она того стоит Богу до востребования Как всегда, живой звук в программе Живые Я пойду платочек возьму Пока сопли утирать буду А ты пой Поехали Знаешь, мы с тобой говорили мало Извини, все некогда Не к спеху Было раз желание Да пропало Вдруг один советовал Да уехал Я, конечно, правильно не умею У тебя, наверное, дел по горло Много нас желающих Ротозеев Вот и я припёрся, когда припёрла Вылечи меня, пожалуйста Вылечи Вытащи меня, пожалуйста Вытащи Выполню, что хочешь Чем угодно выручу Только Вылечи меня, пожалуйста Вылечи Вылечи меня, пожалуйста Вылечи Вытащи меня, пожалуйста Вытащи Хочешь, я уеду В любой город Вылечу Только Вылечи меня, пожалуйста Вылечи Я, наверное, путанно объясняю, Говорю же, правильно не умею. Всё, чего добился, всегда теряю, И о чём мне надо жалеть, жалею. Голова включается слишком поздно, А душа устроена ещё хуже. У меня к тебе небольшая просьба, Помоги, прошу тебя, очень нужно. Вылечи меня, пожалуйста, вылечи. Вытащи меня, пожалуйста, вытащи. Выполню, что хочешь, чем угодно выручу, Только вылечи меня, пожалуйста, вылечи. Вылечи меня, пожалуйста, вылечи. Вытащи меня, пожалуйста, вытащи. Я уже и так всё, что можно, выключил, Только вылечи меня, пожалуйста, вылечи. Знаю, мы с тобой говорили мало Да и в этот раз не придется дольше Понимаешь, очень меня достало Понимаешь, ну не могу я больше Знаю, виноват и все сам устроил Извини, на этом тебя покинул Не сердись на то, что побеспокоил Может быть, увидимся Привет сыну Вылечи меня, пожалуйста, вылечи Вытащи меня, пожалуйста, вытащи Выполню, что хочешь, чем угодно выручу Только вылечи меня, пожалуйста, вылечи Вылечи Вытащи меня, пожалуйста, вытащи Я уже и так все, что можно, выключу Только вылечи меня, пожалуйста, вылечи Ну вот после такой песни Говорить особо как-то ни о чем не хочется Хочу просто представить Звук режиссера сегодняшнего эфира Сергея Дебальский Ваши овации Весь звук который вы слышите сегодня Помимо того что делают музыканты Естественно в его руках звучит сегодня Это по-новому как написал Юлия Усова Как-то она потрясающе сегодня звучит опять По-новому Анжелика Оскарова просто пишет спасибо Никаких других слов наверное Ну пожалуйста красивая песня побольше бы таких Михаил Стругацкий почему ты до сих пор Давай уже не могу я больше Я ее жду столько времени А ты ее все вот бывает же знаешь какая штука интересная Бывает зацепит что-то невероятно И очень хочешь это что-то извини за слово поиметь Тот раз я тебе сказал что без этой песни Я от тебя не отстану И ты тянешь и тянешь и тянешь Я понимаю что сейчас уже все не в твоих руках Пока идет сведение Но я думаю что эта песня украсит любой эфир Любой радиостанции И свое радио грезит об этой песне Честно тебе скажу Еще с тех самых пор Алексей Воронин написал вот что здравствуйте Раньше для меня Николай Гринько ассоциировался с полкино И т.п. И такими вещами Но когда группа Грин попала в ротацию своего радио Я понял что это серьезная группа С лирическими смысловыми текстами Большое спасибо за богу до востребования Алияна Рулина пишет вот что Эта песня звучит еще более проникновенно У меня просто нет слов Настолько она сейчас актуальна Спасибо Алена Фризе Простая сильная песня Никогда не оставляет равнодушной Спасибо за нее Ну я еще могу долго читать Это все здесь Потом прочтешь в переписке Блин слезы потекли Пишет Андрей Архипов Это мировой хит Вот офигенный трек Самый-самый Я не знаю лишних слов тоже говорить сейчас не хочу Хотя много наверное лишнего уже возможно и наговорил Аудитория теперь понимает Мое к тебе трепетное отношение Хорошо это или плохо не знаю Но я никогда не скрывал своих симпатий К людям талантливым Я считаю что вообще Артист это как ребенок Дитё Вообще дитё малое Надо холить лелеять Слава богу что аудитория своего радио Это понимает прекрасно В отличие от аудитории другой радиостанции На которой мне все время говорили Что ж ты всех хвалишь Да потому что не хвалить невозможно Когда человек занимается делом Да еще и качественным делом Не хвалить нельзя Она есть в студийной Семен я вам кинул Николай ее на маяке включал Пишет Влад Шаки Ну нет Это не студийная запись Это домашняя запись Это совсем другая история Она звучит не так как должна звучать Поэтому не надо ее кидать Спасибо конечно большое Удивительно когда слушатели лучше знают Есть она в студийном варианте или нет Чем сам исполнитель Оказывается так тоже бывает Надо петь дальше Потому что говорить после этой песни Ни о чем я не хочу Хорошо Я сейчас заматывал паузу просто И сглатывал скупую мужскую Слезу Соплю Соплю да 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 Ее тоже Она же со слезой вместе Домодедова сыграет Давай что Подожди секундочку Домодедова Может быть что-нибудь такое веселое Разухабельное Надо сейчас как-то разрядить обстановку Ну правда Что ж там Ну у тебя много веселого Куда уж веселее Это я не Очень хочется сейчас немножко снять Вот это нависшее напряжение Вашу любимую планету Давай 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 да Как всегда живой звук в программе Живые Напомню здесь Николай Гринькой Группа Грин Поехали В ванной тихий океан В нем вчера сломался кран Значит принимаю дождь На балконе Тель-Авив Велик валенки штатив То что ищешь хрен найдешь Вот поселок Аймекон У меня на кухне он Я пломбир у него несу Рядом эй я въятло йогут В небо в пламенем блюет Он мне жарит колбасу Это моя маленькая планета Запасной к сожалению нету Шла в комплекте одна и все Это мое место тепла и света Однокомнатная планета Через космос меня несет Вот мой пляж Майами-Бич На него приятно лечь И валяться до утра Вот большой барьерный риф Вот Москва, а вот Париж Прага, Гиев, Анкара Приходи ко мне в Милан Я включу тебе Нью-Йорк И Стамбул тебе сварю Прыгнем в Тихий океан И Австралией запьем Я весь мир тебе дарю Это моя маленькая планета Запасной к сожалению нету Шла в комплекте одна и все Это мое место тепла и света Однокомнатная планета Через космос меня несет Это моя маленькая планета Запасной к сожалению нету Шла в комплекте одна и все Это мое место тепла и света Однокомнатная планета Через космос меня Это моя маленькая планета Это моя маленькая планета Запасной к сожалению нету Шла в комплекте одна и все Это мое место тепла и света Однокомнатная планета Через космос меня несет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же времечко-то улетает 20 минут осталось до конца эфира А такое ощущение, что только начали Только сили, а уже скоро и вставать получается Получается, давай-ка мы с тобой напомним Это важно, что 2-го октября Действительно, да Как-то мы об этом поговорили совсем мало Не зафиксировалось сознание у людей Надо, чтобы эта фиксация произошла сейчас 2-ое октября Гластенберри паб 9 часов вечера 21.00 кажется Народ выпускает Подожди, как это кажется Ты меня убеждал Нет, 21, да Беждал, что в другом месте 21, все верно А я нарочно Чтобы обратить внимание Мы играем послезавтра Сольничек ваш Сольничек 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 Это круто Играть будешь, понятное дело, все то, что сегодня играл И много чего другого Да Чего пока еще народ не слышал А еще сегодня премьеры будут? Премьеры По-моему, кончат у нас премьеры на сегодня эфирные, да? А есть не эфирные? У тебя Ну, матерные же У тебя есть не эфирные песни Никогда не слышал Интересно было бы Как это выглядит в твоем исполнении Просто любопытно, на самом деле Ну, я потом как-нибудь на кухоньке тебе Ага Значит, смотри Пишет товарищ Филипп Тряликов Обычно играю, слушая живых Ну, компьютер, видимо Никак не мог в игре выбить одну вещичку Так и выбил ее на песню Богу до востребования В акте В акте небеса Спасибо волшебникам Видишь, как песня твоя помогает человеку даже в играх Контр-страйк Во что он там играет-то? Значит, всегда удивлялся, как можно из совершенно порой серьезных вещей делать абсолютно веселые и добрые песни Хотя у Николая все песни необычно добрые Жорж Гриневский пишет вот что Ура будет у меня про мой любимый город песни Пишет Максим Зверев Это Домодедова Ага Да, он там живет Поэтому песня, по сути дела, для него сейчас прозвучит, да, я так понимаю? Ты же ее планировал? Ну, если хотите, укажение, конечно Ну, ты же намекал на нее Я намекал, да, вы же мне ее запретили Вы же это кто же? Ну, вы же, вы же, Семен Ну, что это ты вдруг? Как-то я за час сорок сильно изменился, судя по всему, в лице Давай, наверное, тогда Домодедова А дальше посмотрим уже на времечко, сколько его остается И чего мы с тобой еще можем, попить или поболтать? Потанцевать Это легко, это пожалуйста Запросто Да Поехали? Погнали Остановилось время, сколько не летит без пяти двенадцать Перевернулось небо Перевернулось небо, сколько не гляди облака внизу Я доедаю завтрак Я засыпаю Сидя Я догоняю завтра Я по небу за ним ползу И снова паза На Багурсневе Да мы на Рима На Ватамаде Да в два часа в Толмачево Вылет второго в одиннадцать сорок пять И снова жизнь немая Немая Января Немая Не понимаю И снова пытаюсь Сажусь Взлетаю Сажусь Взлетаю Опять Читаю Опять Раз положились звезды Рано улетать Возвращаться Поздно Разлиновало небо Белой акварелью В пути к тебе Нара бы налетаться Нацеловаться с летом Но если верить моим билетам То мое место семнадцать б И снова паза На Багурсневе Там и на Рима На Ватамаде Да в два часа в Толмачево Вылет второго в одиннадцать сорок пять И снова жизнь немая Немая Ни января Немая Не понимаю И снова таю Сажусь Взлетаю Сажусь Взлетаю Опять Таю Опять И снова паза На Багурсневе Там и на Рима На Ватамаде Да в два часа в Толмачево Вылет второго в одиннадцать сорок пять И снова жизнь немая Немая Ни января Немая Не понимаю я И снова Таю Сажусь Взлетаю Сажусь Взлетаю Опять Читаю Опять АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слушай-ка Внимательно Есть Ну не к тебе Сообщенница На смс-портале 4647 Угу Вопрос вот какой Огромное спасибо ребятам за прекрасное настроение Вопрос к гитаристу Евгений А скажите пожалуйста Будут ли у вас еще Сольные проекты В стиле трэш-метал С уважением Белозерский Белозерский Фан-клуб Так Рассказывай давай Об этой стороне А ну-ка давай Я Катрасяна уже высказал Ну-ка давай Давай На самом деле Я знаю кто это написал Не важно Нет На самом деле Кто написал не важно Рассказывай Ряд инструментальных композиций Они достаточно такие Тяжевого плана То есть Раньше писал до этого Сейчас там еще Когда снимали Эфир с Сашей Пушным Тоже написал вещь Специально там для Этих вещей То есть они такие все Достаточно тяжелые И люди ждут А у меня никак не хватает Время просто это доделать Полноценно То есть оно все такое В формате полуфабрикатов Находится до сих пор И никак не хватает сил А можешь показать Как это звучит Ну так вот просто Брямкнуть Вот как это звучит Трэш-метал Мне просто интересно Что это Где я Да И Коля Нормально А че Запомни эту штуку Мы потом из нее сделаем Так она есть Она у Саши Пушного В обзоре висит уже Поздно Поздно Коля Ну то есть ты Пробавляешься и такими штуками тоже Все Всем Это клево Я доделаю обязательно Говорит о крутизне музыкантов О том что они Разнообразные Разноплановые Слушайте братцы У нас осталось 15 минут Всего ничего А народ требует То одну то другую песню Что требует Разные И Оренбрунну требуют И какие то были тут возгласы Сейчас скажу тебе На предмет чего Наше на Луне Само собой да Ну конечно Как я понимаю без нее Не обойтись Вот Что там еще мелькало Сейчас не помню Я не знаю твою программу Паспорт билет Да 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 паспорт билет Или может быть это самое Я хоть текст выучил Иннокентий Ильич Латинщину можно Я не знаю что ты Что ты в итоге Ты же упомянул ее Ну а Какую басанову Какую басанову Что ты имеешь в виду Я хоть текст выучил Да 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 Давайте сейчас Группа сопровождения Пока не будет вмешиваться Иначе мы вообще запутаем Сейчас не поймем Что нам делать дальше Да Чего будем играть то Будем играть вечно Альфа Центавра Отлично Вот Отлично Это хороший выбор кстати Тоже песни из ротации Между прочим Конечно Послушаем разницу Где хуже Погнали Однажды ты проснешься и поймешь что влюблена что стало меньше воздуха но небо стало выше и хочется Набиться Набиться Или прыгнуть из окна Но не упасть а воспарить над крышами Лететь над северным городом и трогать облака И наизусть читать его послания в телефоне И петь И петь чужие песни И петь чужие песни на английских языках И сладкий воздух Раскрипать ладонями У меня тут зимы есть цвета Альфа Центавра у тебя внутри Как батарея согревает Не потеряй все это Я умоляю только не проспи Ты же умеешь я-то знаю Однажды ты посмотришь на себя со стороны И вдруг поймешь что надо кардинально измениться Забыть уже про бывшего вернуть его штаны И перестать метаться между принцами Ходить вокруг таблички И по газонам не ходить И прислоняться к надписи в метро Не прислоняться И говорить что любишь слушать А не говорить И хохотать чтоб тушь стекала кляксами И не будем мы если это Альфа Центавра у тебя внутри Как батарея согревает Не потеряй все это Я умоляю только не проспи Ты же умеешь я-то знаю И не будем мы если это Альфа Центавра у тебя Альфа Центавра у тебя внутри Как батарея согревает Не потеряй все это Я умоляю только не проспи Речь ты же умеешь я-то знаю Альфа Центавра у тебя Как батарея согревает Не потеряй Ты же умеешь я-то знаю Альфа Центавра у тебя Альфа Центавра у тебя Ну а зачем ты текст поменял в песне Ну а зачем ты текст поменял в песне Не проспи Не проспи Взял все смягчил и испортил Ну мне велели Кто велел Продюсер Кто велел тебе Ну вот кого ты нахваливал все это время То есть для него слово не просри Это слово матерное что ли Ну да наверное Знаешь иногда Вот ты скажешь так Иногда в доброй мягкой песне Какая-то такая вот маленькая Но едкая штучка Она очень кстати была бы На мой взгляд она здесь очень хорошо смотрелась Кроме всего прочего Скажу тебе больше Она не звучит как какое-то грубое словосочетание Не проспи не просри близко Ну да Ну на концертах я так и пою Зато четче понимаешь в общем на самом деле О чем речь не проспи Как-то оно смягчило Ну ладно Твое право конечно Как тебе опыт на планете скажи мне Удивительная история с планетой произошла Мы практически ничего не делали Мы только сказали Давайте А что ты как думал Что вы должны были делать И оно понеслось Жагу танцевать Ну нет ну мы же должны были каким-то образом Поддерживать активно все это Там где-то рекламироваться в соцсетях Что-то там кричать вывешивать Мы это делали За три месяца за эти вот Мы сделали раза четыре наверное И то в основном с благодарностями Да сколько вы там собирали Ну тут действительно у нас По сравнению то с вами да В десять раз меньше Да ладно Я шучу сейчас Это круто Я вас поздравляю И планету поздравляю И вас поздравляю Вообще планета место встречи многих Музыкантов Кстати Оргия Поведников Вообще за два дня Пол ляма собрала Да сколько ты будешь Тыкать носом во всякие Разные другие группы Которые больше денег Чем мы собрали А Борис Борисович Да 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 Я знал что к этим закончится Да просто ты попросил мало Попросил бы больше Было бы больше Я думаю откликнулся бы народ Твои песни стоят того Чтобы наконец Уже увидеть Услышать это Что-то поскромнее Да Наверное мне казалось Кажется можно было бы и больше Но ты будешь теперь опытным В этом плане Ну прошайка это Да что ж ты Где же это Дурень ты Дурень Я всегда объясняю Когда люди покупают Например квартиру В нулевой стадии Это что Они дают застройщику деньги На которые застройщик Строит им квартиру А тебе люди Вам люди Заранее дают деньги за пластинку Ну а они так бронируют место Какое ж попрошайничество Либо человек потом заплатил После того как ты ее выпустишь Либо заранее Что за отношение такое Вот Тимур Мусин пишет Телефон сел еще на первых десяти минутах эфира А откуда он пишет простите Я читаю Перемещаясь по городу Перебежками с планшетом в руках Переключаясь между мобильным роутером Вайфаем в метро Ругаясь чуть ли не в голос От каждого обрыва связи Мысленно улетая из Москвы в Петербург Знакомство с творчеством Николая Произошло именно в период жизни в Питере Спасибо за это Несколько забытые ощущения дождей за окном И живых на кухне Надеюсь скоро снова выйдет Воплотить его в жизнь По скриптуму До встречи в пятницу в Гластонберри Там буква Т должна быть В Гластонберри Тимур Мусин Тимур приходите Спасибо вам большое Вот ты понимаешь какая штука Это же Вот я лично очень люблю такие вещи Такую связь Когда человек вспоминает Прошлый эфир Скажем Который был когда-то И вспоминает свои ощущения Связанные с песнями твоими Могу сказать что Тимур Мусин Он редко пишет Ну по крайней мере я Это словосочетание Для себя вижу не часто Судя по всему Люди Те которые Присели на тебя когда-то В свое время Ну имея ввиду музыку Вот сейчас как-то сюда Пришли для того чтобы Высказать тебе свое Да Высказать тебе свой респект Спасибо огромное за этот Потрясающе офигенный эфир Николаю Гринько И группе Грин спасибо Илья Тиньков например Пишет Четвертый эфир в живых Если не ошибаюсь Спрашивает Александр Фомин Второй на этой радиостанции Третий Если считать другую радиостанцию Вообще Третий Не четвертый А еще маяк был А, да Точно маяк Четвертый Ну там я был просто в акустическом Не важно Ты же был Ну да Ты же был Это важно А вот все остальное Не важно У нас остается Ну чуть больше пяти минут Я понимаю что это только одна песня Судя по всему Та песня которую ты планировал Которой ты планировал Закончить эфир сегодняшний Если я Правильно помню Она как раз четыре минуты идет Где-то так приблизительно Ну да Около четырех минут Только если вовремя сбить трута И остановить Я понял да Ну тогда можно остановить где угодно Где попало Да Я вот что хочу сказать Ощущение Может быть это только ощущение Может быть это только так кажется Но Вспоминая прошлый эфир По аранжировкам По такому Саунду Который сейчас я слышу Выросла группа сильно Сильно И заметно Звучит это сейчас совсем по-другому Тогда звучало хорошо А сейчас еще более убедительно И я чертовски рад Что вы Одна из тех команд Которая выступит 1 ноября У нас на нашем юбилее И я очень рад Что мы не ошиблись В группах Которые подбирали для аудитории Я абсолютно убежден Что все Кто придет 1 ноября В клуб Вольта Получат огромное удовольствие И от вашего выступления тоже Спасибо за сегодняшний Потрясающий Добрый Теплый Чистый Светлый Музыкальный вечер Нам было очень хорошо И было очень приятно Завтра Это я в качестве анонса Сообщаю Абсолютно другая музыка Сегодня фуфло было А вот завтра будет музыка Да Абсолютно другая музыка Не запомнил Universal Music Band Так называется коллектив Но это Надо ли предвкушать Нет не буду Если кто-то захочет погуглить Найдет что это такое Просто есть люди которые Сознательно не слушают ничего Из того что будет на неделю Чтобы за для себя Как бы открыть это С нуля Поэтому для многих Завтрашний коллектив будет Абсолютным открытием и откровением Заканчивает сегодня Анка Гринькой Группа Грин чем Песней Удивительная Да Вещь И танцем Ну наше на луне разумеется Куда же без Разумеется Я считаю что это правда Один из главных ваших хитов Всем до завтра Будьте здоровы Поехали 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 Ты обязательно вырастешь Маша Зуб вырастет новый Куда он денется И станет вкусной невкусная каша Хотя ее вкус нифига не изменится Такой парадокс, ты скоро поймёшь это слово И много другого поймёшь постепенно И звёзды появятся снова и снова И наши пройдут по луне непременно Станет мир светлее и краше Будет легче жить тебе и мне Улыбаемся и маршем Видишь, Марса, наши на луне Ты обязательно станешь смелой Честной и сильной, тебе понравится Больно, друг, никогда не делай Они и сами прекрасно справятся Помни, что много друзей не бывает Знай, что дорога страшна поворотами Плачь, если плохо, иногда помогает Не пей, я пробовал, это не работает Станет мир светлее и краше Будет легче жить тебе и мне Улыбаемся и маршем Видишь, Маша, наши на луне Рвётся обычно не там, где тонко Воздуха больше с открытыми окнами Ездить быстро, слушать музыку громко Небо синее, море мокрое Решение сразу, сцепление плавно Рваное сердце ничем не замажешь И, кстати, деньги в жизни не главное Деньги не главное в жизни, Маша Станет мир светлее и краше Будет легче жить тебе и мне Улыбаемся и маршем Видишь, Маша, наши на луне Улыбаемся и маршем Видишь, Маша, наши на луне Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова